Азовская гимназия Сегодня мы вступаем в 25-летие. Очень надеюсь, что мы большими заслугами, интересными делами, добрыми намерениями обязательно ознаменим этот юбилейный год. И когда мы встретимся здесь 14 ноября 2019 года, нам всем будет о чем поговорить. Я думаю, мы будем и дальше радовать и детей, и взрослых, и дальше наши дети будут успешными в жизни заканчивать гимназию. И где бы после окончания не были, название АСПК, АГПЛ, Азовский лицей, Азовская гимназия, будут очень-очень говорить много нашим душам и нашим сердцам. С праздником всех! Особая традиция праздника – посвящение в юные гимназисты. Первоклассники проучились уже два месяца, познакомились с историей учреждения, его традициями и теперь могут гордо называть себя гимназистами. За первоклассниками закрепили название отрядов «Лучики» и «Эврика». Ребята произнесли обязательную клятву, после чего им вручили флаги с эмблемами каждого класса. Хочу пожелать вот этим маленьким лучам, эврикам, чтобы вы не забыли о том обещании, которое вы давали. Хочу вам пожелать самое главное – здоровья и учиться, учиться и учиться. Дети не остались в долгу и поблагодарили своих любимых педагогов за все знания, что они приобрели. С началом отопительного сезона в Северском районе стартовала профилактическая программа отопления. Инспекторы пожарного надзора проводят подворовые обходы, где проживают представители так называемой группы социального риска. Именно в таких домах, как правило, чаще всего существует потенциальная опасность возникновения пожара. Я хотел бы обратить внимание граждан, особенно жильцов частного жилого сектора, у которых еще есть отопительные приборы, такие как печи, котлы на твердом топливе. Значит, провести их профилактику, чистку перед отопительным сезоном полностью проверить. Требования пожарной безопасности к отопительным приборам, в частности, печному отоплению следующее. Возле зольника печи на полу должен быть исправный притопочный лист размером 50 на 70. Дымоходные трубы должны быть почищены перед отопительным сезоном, проверены на тягу, поштукатурены и побелены. Печи и котлы должны быть в исправном состоянии. Неисправные, имеющие трещины, к эксплуатации в зимний период не допускаются. Во время рейдов сотрудники МЧС обращают внимание жителей на выполнение требований безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования и состоянии электропроводки. На Кубани выпал первый снег. Атмосферные осадки знаменуют не только прощание с теплой порой, но и возрастание риска дорожно-транспортных происшествий. Ухудшение погоды уже стало причиной нескольких ДТП по всему Краснодарскому краю, в том числе и в Северском районе. Так, на въезде в станицу Азовскую водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в Кювет. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. К счастью, жизни водителя ничего не угрожает. Он получил легкие царапины. Как оказалось, к морозам и снегу в середине ноября многие водители оказались не готовы. Из-за перепада температур утром на дорогах района возникает гололед. Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность. Без крайней надобности не выезжать на дороги и обязательно поставить зимнюю резину. ГИБДД Северского района водителям и другим участникам дорожного движения рекомендуют произвести вовремя замену летней резины на зимнюю. Это обеспечит безопасность дорожного движения не только самим водителям, но и другим участникам дорожного движения. С ноября этого года вступили в законную силу поправки, обязывающие автовладельца в срок сентября по ноябрь сменить летнюю резину на зимнюю. Однако опытные автовладельцы не рекомендуют переобувать своего железного коня позже 15 ноября. Кроме того, на одну ось автомобиля по новому закону нельзя ставить шины разных моделей. Еще один повод переобуть свой автомобиль – прогнозы синоптиков. Они обещают, что в конце ноября в регион вернутся снег и гололед. Своевременная замена шин – это в первую очередь безопасность вас и ваших близких. Ежегодно 13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Эта дата приурочена к открытию в 1998 году в Токио первой конференции Всемирного движения доброты. Сама организация создана в Японии в 1997 году и собрала под свои знамена единомышленников движения доброты из разных стран – волонтеров и добровольцев, которые с года в год своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Еще одна цель Всемирного дня доброты – способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия. Ведь только на основе искренне добрых дел и поступков можно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность. Сегодня присоединиться к организации добра могут все желающие. Тем более, что основное общение участников движения происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Совершить путешествие в мир автомобильной истории предлагают в Москве. На предаукционной выставке представили редкие классические и современные модели отечественного и зарубежного производства. «Сейчас собрали еще более интересную подборку автомобилей. Более чем за 100-летнюю историю автомобилестроения. От «Рено такси» начала 20 века и до новейшего «Астон Мартин» ограниченной серии». Ретро-такси «Рено» известны как «Марнское такси». Во времена Первой мировой 1300 этих машин перевезли 6000 французских солдат к реке Марна, где проходило крупное заражение с немецкой армией. Благодаря подкреплению французы победили. Стартовая цена лота – полтора миллиона рублей. Аукционисты рассчитывают выручить за него до 2 миллионов 800 тысяч. Одно из редчайших авто – Паккард 12 1937 года выпуска. Среди современников он был лучшим в мире автомобилем. Под его капотом стоит 12-цилиндровый двигатель. «Сейчас 12-цилиндровых машин фактически очень мало выпускается». Стартовая цена Паккарда – 16 миллионов рублей. Предполагается продать его за 20-23 миллиона. А это знаменитое купе BMW 503 1960 года. Таких купе и кабриолетов было выпущено всего 412. Причём последние две машины делали на заказ, уже после того, как модель сняли с производства. «В 60-м году принц Куэйта обратился с просьбой сделать для него данную модель. И вот этот экземпляр был изготовлен по его спецзаказу. Автомобиль находится в идеальном техническом состоянии. Фактически как новый». Начальная цена купе – 15 миллионов рублей. Выручить за него хотят от 17 до 20 миллионов. На выставке также представлены классические «Волги» и «Москвичи». Есть старинные «Мерседес», «Ягуары», «Бентли». Всего на аукцион выставят более 30 автомобилей. Торги пройдут 17 ноября. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok